Тема сегодняшнего нашего занятия – структура современной психологии. В настоящее время психология представляет собой сложную, разветвленную систему направления научных исследований, структуру которой составляет множество относительно самостоятельно развивающихся отраслей. Сегодня насчитывается около 100 отраслей психологии, которые находятся на разных стадиях своего развития и становления в качестве самостоятельных научных дисциплин. На таблице показана классификация отраслей современной психологии. Все отрасли психологии делятся на три большие группы. Это фундаментальная, общая психология, психология личности, дифференциальная психология, экспериментальная, социальная психология, история психологии, психофизиология, психогенетика, психометрика и так далее. К предкладным относятся какие направления в психологии, как психология труда, организационная психология, инженерная, юридическая, педагогическая, специальная психология, клиническая, психотерапия и психологическая диагностика. Практическая психология по сферам применения делится на школьную психологию, организационную, семейную, политическую. По решаемым задачам это диагностика, консультирование, коррекция, терапия, развитие, проектирование и так далее. По форму проведения работы это может быть индивидуальная, групповая, дистанционная и смешанная. В основе критериев классификации отраслей психологии лежат принципы психологии. Отрасли психологии, которые изучают психологические проблемы конкретных видов человеческой деятельности, следующие — это психология труда, медицинская психология, педагогическая, юридическая, инженерная психология, спортивная, а также те отрасли, которые занимаются психологическими аспектами рекламы, бизнеса, управления, творчества и многих других видов деятельности человека. Отрасли психологии, которые изучают различные аспекты психического развития, возрастная психология, сравнительная психология аномального развития или специальная психология, исследуют нарушения психического развития ребенка. Отрасли психологии, которые изучают отношения личности в обществе, это социальная психология. Она исследует психические явления в процессе взаимоотношения людей друг с другом. Эта этнопсихология акцентирует внимание на этнических особенностях психики людей, этнических стереотипах и так далее. В задачу общей психологии входит разработка проблем методологии, истории психологии, теории методов исследования наиболее общих законов возникновения, развития, бытия психических явлений. Она изучает познавательную и практическую деятельность, а результаты исследований в общей психологии – это фундаментальная основа для развития всех от растений и разделов психологической науки. Общая психология изучает психические процессы, психические состояния, психические свойства. Все виды психических процессов мы можем поделить или выделить познавательные, эмоциональные и волевые. Познавательные процессы связаны с восприятием и переработкой информации, эмоциональные связаны с отношением человека к себе и к окружающему миру, волевые связаны с направленностью деятельности человека, с определением его целей, принятием решений и преодолением трудностей. Система явлений в психологии, то есть объектом изучения является человек, объектом и субъектом изучения. Изучаются познавательные процессы. К познавательным процессам мы относим ощущение, восприятие, память, мышление, воображение. Это психические состояния, психические свойства, реакции человека, действия, активность или деятельность человека и его поступки. Такова структура современной психологии. На следующее занятие мы с вами поговорим о современных психологических теориях и подходах к пониманию личности. Спасибо за внимание.